Добрый день! Меня зовут Виктория Борисенко, я юрист в сфере интеллектуальной собственности. Совместно с научным издательством «Технологический центр» мы продолжаем серию обучающих видео об авторском праве в издательском деле. В предыдущем видео мы говорили о том, в каких случаях необходима и обязательно регистрация авторского права. Ссылка находится в описании. А сегодня мы поговорим о нарушениях в авторском праве. Да, к сожалению, даже в такой творческой сфере, как издательское дело, существуют нарушения. И самое распространенное из них – это плагиат. Плагиат – это обнародование полностью или частично чужого произведения под именем лица, которое не является его автором. Представьте себе, это самое обычное воровство. Только вот вор ворует не ваши деньги и финансы, а ваш научный труд, на котором в дальнейшем вы могли заработать как деньги, так и славу. Но также существуют случаи, когда автор вынужденно должен заимствовать части других произведений для написания своей статьи. И для того, чтобы не быть плагиатром, необходимо детально изучить, как правильно использовать части чужого произведения в своей работе, и чтобы это соответствовало требованиям законодательства. Кроме получения письменного разрешения от автора на использование его наработок полностью или частично, законодательно предусмотрено свободное использование частей произведения без разрешения автора, но с обязательной ссылкой на источник. Например, самое распространенное – это цитирование. То есть, вы можете в своей работе использовать цитаты, но вы должны обязательно их правильно оформлять. Например, указывать библиографические данные, ссылка на источник, на автора, на страницу, откуда вы взяли информацию. Кстати, хочу отметить, что если ваша работа полностью состоит из чужих цитат, то это может также являться нарушением. Это раз. А во-вторых, такая работа не будет иметь научной ценности, так как она не несет ваших собственных размышлений и идей. Издатель обязательно проверит вашу рукопись на плагиат. И поверьте, чем солиднее издатель, тем более проверенными и солидными программами он пользуется. Поэтому перед тем, как подавать рукопись на публикацию, пожалуйста, проверьте вашу работу в вашем университете, либо используйте бесплатные онлайн программы, которые вам доступны. Если издатель обнаружит, что в вашей работе есть плагиат, то он обязательно занесет вас в черный список. И об этом узнают его коллеги. Соответственно, вы больше не сможете нигде публиковать вашу статью. Не пропускайте новые видео, подписывайтесь на наш канал, пишите ваши вопросы в комментариях или на электронную почту, которая указана в описании этого видео. И помните, что ваша интеллектуальная собственность – это ваше богатство и сила успеха в знании закона.